Сказка. Цветочная история. Все началось много-много лет назад, когда еще не было людей и на земле господствовали животные растения. Вся наша планета была покрыта непроходимыми лесами, а животные были огромных размеров. Динозавры высотой с дом, стрекозы как наши чайки, а гусеницы как змеи. А сколько нужно было съесть им травы, чтоб наесться? Всем растениям приходилось как-то выживать в том сложном мире. Каждое дерево старалось вырасти побыстрее, чтобы его не растоптали огромные ноги слонов или динозавров. Дерево тянулось вверх, ветвями расталкивая другие деревья, чтобы только ему досталось больше солнечного света. А цветам и другим маленьким растениям приходилось выживать изо всех сил. Внизу под мощными деревьями росли разные цветы и растения. И среди них лиана, кактус, одуванчик, дельвейс и папоротник. И вот наступил такой день, когда ни один лучик уже не смог пробиться сквозь густую листву. И цветы в темноте стали вянуть и засыхать. Надо что-то делать, первая возмутилась лиана. У меня без солнышка листики стали бледные и вялые, и уже не такие крупные, как раньше. Она гляделась по сторонам. Кругом простирался сплошной лес, которому не было ни конца, ни края. Нет, не сможет она доползти до какой-нибудь солнечной лужайки. Тогда она собралась с последними силами, обняла ближайшее дерево и стала карабкаться наверх. Силы уже покидали ее, но тут сквозь ветки маленький солнечный лучик пробежал по ее листочкам. Лиана стала подставлять под этот единственный лучик свой стебелек. Он стал оживать, крепнуть, по стеблю пошел сок, и Лиана резво стала карабкаться вверх. Вскоре она доползла до верхушки дерева и обрадованно закричала другим цветам. «Ползите ко мне наверх!» Но ведь у других растений не было такого стебля, которым бы они могли обвивать стволы деревьев. Но и просто так погибать во мраке они тоже не хотели. Они стали думать, как выбраться из этого ужасного леса. Первым придумал способ кактус. Тогда он еще не был таким колючим, но иголочки все же у него были. Если мы не можем выбраться сами, то давайте найдем каких-нибудь зверей, которые нам помогут. Мы даже не будем их просить об этом. Просто зацепимся за шерсть, и они нас сами вывезут на лужайку. Так и решили. И вот, когда мимо пробегала леса, растения стали цепляться за ее шерсть. Но ведь не у всех есть колючки. Только кактусу удалось зацепиться. Лиса выскочила на полянку, и кактус отпустил лисью шерстку. Но неудачно он выбрал место. Слишком жарко здесь было. Но делать нечего. Стал он обживать эту территорию. Со временем его тонкая кожица грубела от солнца. Но это кактусу даже понравилось. Ведь жидкость могла дольше сохраняться внутри его колючего тельца, и ему не так часто хотелось пить. А чтобы звери не съели его, у кактуса иголки стали твердыми и колючими. А какому зверю понравится быть раненым этими шипами? А дуванчик решил попросить помощи у ветра. Ведь его последний цветочек уже отцвел, и вместо желтой шапочки были белые парашютики. Он взмолился. Ветер, ветер, помоги мне найти хорошую полянку, где много солнца. Ведь мои цветочки были так похожи на солнышко. И если ты мне не поможешь, то мой последний маленький цветочек погибнет, и на земле никогда больше не будет одуванчиков. Ветру несложно было выполнить просьбу одуванчика. Ведуть со всей силы было его любимым занятием. Он так сильно дунул, что пушистая шапочка слетела с головы одуванчика, и множество маленьких парашютиков взмыло вверх и понеслось в неизвестность. За лесом ветер плавно опустил парашютики на землю, и вскоре они проросли, покрыв полянку ковров из желтых цветочков. А они, в свою очередь, дали жизнь другим одуванчикам, поэтому у нас так много их на полянках. Осталось совсем мало цветов в темном лесу. Заскучал Эдельвейс, ведь у него не было ни колючек, ни парашютиков. Как же ему выбраться? Он думал, думал и придумал. Он видел, что иногда высоко над лесом пролетал орел. Эдельвейс долго всматривался в высоту и, увидев орла, закричал, что было силы. «Мудрый орел! Мне больше некому обратиться! Помоги мне покинуть этот ужасный лес!» Орел кругами стал спускаться к Эдельвейсу. Он на лету подхватил маленький цветочек и взмыл к облакам. А так как орлы любят высоту, а их гнезда находятся высоко в горах, то орел решил, что Эдельвейсу будет уютно жить рядом с ним. Орел поднялся высоко в горы и опустил цветочек на крутом склоне. Маленький цветочек чуть не упал в пропасть, лишь в последний миг успел зацепиться корешками за расселину в скале. Там он и остался жить. Со временем ему даже понравилось его новое жилище. Ведь здесь не было ни диких зверей, ни птиц, которые бы клевали его семена. Как он и хотел, здесь было много солнца. Эдельвейс даже стал гордиться тем, что он такой смелый и не боится высоты. Так и живет до сих пор этот маленький цветок высоко в горах. И только самые смелые альпинисты, когда взбираются на их вершины, видят красоту этого цветка, но не срывают его, потому что уважают его за смелость и стремление жить даже в таких условиях. А в том дремучем лесу под деревьями осталось только одно растение – папоротник, которому лень было куда-то перебираться. В первое время папоротник, конечно, страдал без света, но потом привык, приспособился к тем жутким условиям. Папоротник разросся, захватив всю территорию внизу под деревьями. И даже животным стало трудно пробираться сквозь его заросли. Так и живет он до сих пор один, оденешенник, лишь иногда вспоминает, что когда-то у него были друзья – Лиана, Кактус, Адуванчик и Эдельвейс. И когда ему становится грустно, он в который раз задает один и тот же вопрос. Может быть, и мне надо было тогда, в те далекие времена, приложить усилия и перебраться туда, поближе к свету, как сделали мои друзья. Но никто не отвечал ему на этот вопрос. Лишь могучие деревья скрипели стволами под тяжестью своей кроны, и где-то высоко в небе весело щебетали птицы.